Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря наконец-таки есть серьезные инфоповоды, фундаментальные триггеры. Самый главный фундаментальный отчет событий недели, а может даже и не только последней недели. Это протоколы последнего заседания американского регулятора в 19.00 по GMT. Они будут опубликованы, поэтому ждем, соответственно, мощной, интересной динамики доллара. И если, опять же, кто-то из вас, друзья, засомневался в том, что Федрезерв пока придерживается жесткой риторики, эти протоколы могут напомнить, что на самом деле ФРС все еще остается отстраненным от идеи того, что очень скоро нужно начать снижать ключевую процентную ставку. До выхода протокола в 19.00 по GMT также у нас будет возможность в 13.00 по GMT выслушать Бостика, представителя американского регулятора. Конечно же, это тоже будет речь, касающаяся перспектив американской монетарной политики, но мнение позиции Бостика нам уже известно, потому что чуть больше недели назад мы уже имели возможность ознакомиться с его позицией. Он поддерживает и того, что нужно отложить снижение ключевой процентной ставки, потому что следует получить больше доказательств того, что инфляция движется к целевому ориентиру американского регулятора на отметке 2%. И между этими релизами нас также ожидает еще отчет по запасам нефти в США в 15.30 по GMT. Можно начать с рынка нефти. Сейчас котировки 82.60 и наконец-таки лед тронулся. У продавцов появились шансы увидеть более низкий курс по этому инструменту. Это уже не локальный максимум выше 83, который мы наблюдали буквально в начале прошлой торговой сессии. И если сегодня запасы создадут дополнительные условия для лидерства продавцов, я думаю, что в конечном счете бренд провалится ниже 82 долларов за баррель. От запасов на фоне рекордных уровней нефтедобычи мы ждем прирост. И в принципе этот прирост продолжается уже 4 недели подряд. Я надеюсь, что участники рынка не станут игнорировать этот факт. Потому что логичным образом такую статистику, если отыгрывать, то нужно понимать, что увеличение запасов это всегда условия для снижения котировок бренда и WTI. И сегодня я также рассчитываю на то, что протоколы смогут поддержать доллар, вернуть на рынок покупателей, поспособствовать тому, чтобы индекс американской валюты снова ушел выше 104 пунктов. И разумеется, укрепление позиции доллара обычно негативно влияет на динамику сырьевых инструментов, которым относится и рынок нефти. В частности, индекс доллара сейчас 103.89. По итогам вчерашней торговой сессии мы оказались ниже отметки 104 пункта. Были ли какие-то фундаментальные триггеры? Нет. Рынок по-прежнему ожидает появления каких-то дополнительных стимулов варится в том, что было получено им на прошлой неделе. Это блок статистики от данных по инфляции, заканчивая Мичиганским индексом. По инфляции мы уже очень много говорили, со всех сторон разбирали эту статистику и основной индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен, акцентировали внимание на промышленную инфляцию. Надеюсь, мне удалось донести за время своих прошлых брифингов до вас с точки зрения позицию, что текущие данные по инфляции указывают на то, что риски инфляционного давления остаются повышенными. И, соответственно, у Федрезерва сейчас, по идее, еще больше оснований топить за идею того, что лучше сохранить статус и выжидательную позицию. Прежде чем, опять же, подготовиться непосредственно к протоколам, я хочу напомнить вам, что по итогам заседания американского регулятора были озвучены следующие тезисы, что все зависит от макроэкономических отчетов, рынок труда очень сильно прогрессирует, поэтому создает условия для усиления инфляции, экономическая неопределенность в мире растет и снижение ставки не является базовым сценарием. После отчетов по инфляции, я уверен, что если бы у нас была сейчас возможность послушать Павла, то все вот эти тезисы, которые можно отнести к категории заявлений, свидетельствующих о жесткой риторике представителей Федрезерва, все эти тезисы стали бы еще более яркими. И количество сомневающихся на рынке относительно того, что ФРС пойдет на одном из ближайших заседаний на снижение ставки, оно бы увеличилось. Инструмент FedWatch Tool сейчас подсвечивает следующие вероятности. В марте вероятность снижения ставки составляет 8%, в мае 34% и в июне 53%. Я думаю, что даже в июне снижение ставки это под большим вопросом. Поэтому сохраняю средний, долгосрочный, каткосрочно. Очень трудно прогнозировать то, какой будет реакция на какие-то локальные отчеты. Мы не занимаемся таким трейдингом, мы смотрим на перспективу. И в долгосрочной перспективе на фоне такой дорожной карты будущих действий Федрезерва у доллара очень хорошие условия для того, чтобы сохранить лидерство на валютном рынке. По золоту 2030 долларов за тройскую омсу, пятая сессия роста подряд. Покупатели очень эффективно использовали именно локальную коррекционную динамику американской валюты за последние торговые сессии. Но я еще раз повторюсь, что среднедолгосрочно касательно золота я не могу позволить себе открыть длинную позицию, потому что вижу очень высокие показатели доходности американских облигаций. Практически стопроцентной корреляции. Нужно осознавать риски, что если доходность трежерис на фоне, опять же, тех же самых протоколов снова окажется выше 4,3%, это повысит привлекательность именно долгового рынка и может спровоцировать очень резкую реакцию на рынки драгоценных металлов. Если вы сомневаетесь, что делать, друзья, в таких условиях, когда мы только ждем серьезный фундаментальный триггер, пожалуй, лучше вовсе ничего не делать. Но если вы хотите рискнуть, имейте в виду, что потенциал у снижения золота также остается значительным. Доллар иена пока без изменений, топчемся в районе 150 иен за доллар. Соответственно, после протоколов сегодня, конечно же, пара уйдет значительно выше либо ниже. Но в данном случае я ожидаю, что пара доллар и японская иена сохранит восходящую динамику, потому что это идеальный дуэт инструментов торговли контраста монетарных политик. Тоже на своих прошлых брифингах детально на этом останавливался. Не верю я в то, что Банк Японии может позволить себе повысить процентную ставку. Данные по торговому балансу, которые вышли сегодня утром, неоднозначная реакция и, по сути, такая вялость, которую мы наблюдаем в иене сейчас, доказывает, что рынок пока проигнорировал эти отчеты и готовится тоже к протоколам. Экспорт в Японии вырос на 11,9%, а вот импорт сократился на 9,6%. Британская валюта 1,2632. Был вопрос в комментариях относительно причин роста. Фунт растет сейчас на фоне риторики Бейли, который отметил, что прогресс на рынке труда сохраняется, есть признаки усиления инфляции, но все равно Банк Англии уверен в том, что ему удастся текущей монетарной политике обеспечить снижение инфляционного давления. Самый главный тезис заключается в том, что даже в июне Банк Англии сомневается в том, что он пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Это, конечно же, подтверждение жесткой риторики уже от британского регулятора и то, что оказало поддержку фунту. Но еще раз сейчас я советую держаться подальше от длинных позиций по рисковым инструментам валютного рынка, потому что лучше фокусироваться на идее доллара и попробовать детальнее разобраться в новостном бэкграунде и в том фоне, который может обеспечить дальнейшее ралли. Если вам близка позиция, которую я озвучиваю, касательно роста доллара, вы понимаете, что и евро, и фунт, и прочие финансовые инструменты против доллара, они могут очень быстро перейти к развитию нисходящей динамики. Доллар канадец 1,3510, хай вчерашнего дня 1,3530, наша цель 1,36. Данные по инфляции в Канаде, как и ожидалось, снижение, но снижение более значительное с 3,4% до 2,9%, основной индекс потребительских цен базовой инфляции с 2,6% до 2,4%. Вероятность снижения процентной ставки растет, учитывая то, что канадская экономика гораздо слабее, чем американская, и пара сохраняет потенциал для роста. По биткоину тоже были комментарии, что ожидать от рынка криптовалют. Я думаю, что здесь бычья динамика сохранится. И еще буквально вчера записывал короткий ролик для соцсетей относительно того, что есть три основных атеризатора. Это приток инвестиций в биткоины ETF, это ожидание халвинга и повышенный спрос на монеты, скажем так, криптовалютного рынка со стороны китайских инвесторов из-за проблем с национальным фондовым рынком. Своего рода инструмент для диверсификации и снижения экономических рисков для инвесторского капитала. Друзья, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!